Great Eurasia – Большая Евразия. Это единственный позитивный глобальный проект ближайшего будущего для народов не только Большой Евразии, но и всего мира. Это единственный из всех мировых проектов, который сохраняет одохотворенный облик человека в его божественном замысле и проявлении на Земле. Друзья, ведь еще совсем недавно весь континент единый назывался Асия в честь асов, династий и родов славянариев, которые обладали божественными знаниями и правили всеми народами Асии. И только лишь примерно с 15-16 веков сугубо по политическим мотивам с подачи католической церкви в Ватикан. И произошло разденение единого названия континента на Европу и Асию, что с точки зрения мировой географии является нонсенсом. Ни один континент на планете не разделен никаким образом. Ни для кого не является секретом, что формальное существование марионеточных неокололиальных так называемых национальных государств находится в состоянии постепенной ликвидации. И на мировой карте довольно таки ясно начинают проступать контуры глобальных игроков будущих проектов. В ближайшем будущем невозможен ни один так называемый национальный проект, будь то молдавский, армянский, украинский, татарстанский, польский, сербский и так далее проекты, ибо в одиночку не выжить никому. Уясните раз и навсегда, что все, что вы видите в СМИ, все, что вам рассказывают так называемые политики, это всего лишь спектакль, это игра. Это вот представьте, вот все, что происходило на сцене 95-го квартала, перенеслось в мировую политику, и вам с кранов телевизоров, в образовательной сфере, везде вот это все навязывается, эта глупость, эта матрица, несуществующая, иллюзорная, вымысел и бред, в которую вас втягивают. Практически все, что вам рассказывали об истории в школе, в институте и так далее, вами просто искусно манипулируют и преднамеренно разделяют совсем недавно еще одну великую сообщесть народов. Один из основных теоретиков конструктивизма, Бенедикт Андерсон, определяет нации как воображаемое сообщество, целенаправленно сконструированные элитами искусственные образования, которые существуют лишь в человеческом воображении. Под элитами подразумеваются политики, писатели, певцы, художники и прочие, которые элитами не являются. Впервые термин нации использовался во времена французской так называемой революции 1790-х годов, но активно начал распространяться в 19-20-х веках, когда собственно и пошла мода на придумывание наций. Бенедикт Андерсон обратил внимание на следующий факт. Теоретиков национализма часто ставили в тупик, если не сказать раздражали. Следующий парадокс. Объективная современность наций в глазах историка, с одной стороны, и субъективная их древность в глазах националиста, с другой. Любые националистические идеологии ущербны и преднамеренно внедряются в умы людей и способствуют дальнейшей дифференциации одного еще до недавнего времени единого общества. Концепции народного духа, вольксгайст, по отношению к какой-то народности абсурдны и надуманы, поскольку их возможно применять только исключительно в отношении рас. Небольшие различия в пределах одной расы существуют лишь на этнокультурном уровне. Так мы можем наблюдать незначительные культурные особенности в пределах одного государства, на уровне областей, кантонов, коммун или провинций. Между расами, безусловно, существуют более значимые различия, которые обусловлены особенностями физиологии и анатомии, и особенно ярко проявляются на уровне морали и этнокультуры, как стандартизированной системы организации инстинктов и эмоций индивидуумов. Возвращаясь к сути самого всемирного проекта «Большая Евразия», важно отметить, что любые попытки англо-американцев и Ватикана рассаживать в кресло своих марионеточных президентов, премьер-министров, оборачиваются для большинства стран и народов масштабными трагическими катастрофами, которые мы можем наблюдать с вами в нынешней ситуации. Именно так называемые политики, эти шестерки глобалистов, занимаются разделением и стравливанием в бессмысленных войнах ни в чем не повинных людей. Согласитесь, ведь именно так называемые элиты и те силы, которые за ними стоят, англо-американцы и Ватикан, они простые люди, заканчивают и начинают конфликты. Проект «Большая Евразия» является единственно позитивным из возможных проектов для семьи наших народов, поскольку соответствует объективным процессам глобальных трансформаций космических энергий, связанных с переходом из влияния эпохи рыб в эпоху водолезя. Космическая энергия ушедшей уже эпохи рыб была сконцентрирована, условно говоря, в Междуречье, на территориях так называемого Большого Израиля, от Нила до Ефрата. Космическая энергия эпохи водолея в связи с изменением положения планет переносит земель Большого Израиля на земли Большой Руси. Это земли от Северного Великого Новгорода, Старой Русы, Волхова, Киева и аж до Алтая. То есть именно поэтому в проекте будущего Большая Евразия центральное место принадлежит Большой Руси и ее этнокультурному наследию, которое станет примером для возрождения человечности во всем мире, противовес американскому проекту «Новый Вавилон. Расчеловечивание». Вот лишь несколькие предпосылки на пути реализации данного проекта. Например, земли Китая, которыми правил внук Чингисхана Хубилай и династия Юань, были в определенное время с Русью в одной империи, называемой И-Го, что в переводе с китайского означает «лишь единое государство», а не то, что нам навязывалось из истории. А православие, подчеркиваю, не христианство, а именно то древнее ведическое православие, то есть древняя ведическая культура, с китайского языка переводится как «правильное восточное учение». Большой Индостан, славяна Арии, 5 и 3 тысячи лет назад в результате своих походов принесли старославянский язык, санскрит и культуру, хотя сейчас в Индии и изучают полониальный английский язык, и Индия, как и Пакистан, находится в сфере Британии. Видите, это некогда единый Индостан. Британская империя расколола на две части, Пакистан и Индию, для того, чтобы стравливать единый народ, как сейчас стравливается в нынешнем конфликте или в Югославии. Ну, ничего нового не придумано. Внимательно изучайте какие-то исторические факты и просто проводите аналогии. Дальше. Скифы Персии — это те же родственные нам скифа с ароматом народы, поэтому сакральных обоснований восстановления того единства большой и огромной Евразии более чем предостаточно. Тем более, что еще не так давно, буквально там полторы-две тысячи лет назад, это Асия большая, которая является сейчас Евразией, и была единой огромной империей, которая управлялась единой славяно-арийской династией, едиными родами. В доктрине национальной безопасности США есть пункт, который гласит о том, чтобы не дать никоим образом развиваться сильным государственным конкурентам в мире. Другими словами, за широкой американской белоснежной улыбкой, за демагогией о демократии, о помощи, о справедливости, стоит очень простая установка — гадить и пакостить всем, кто не угоден. Глобально англосаксонский мир живет в парадигме, которую сформулировал еще в XIX веке адмирал Мехен. Звучит она так. Не позволить объединиться сухопутной Евразией. Мы, англо-американцы, ни в коем случае не должны дать объединиться Европе ни с Китаем, ни с Россией. Наглядный тому пример современности — это одурачивание с помощью дегенеративных немецких проамериканских политиков собственного народа и переход их промышленности на сверхдорогой американский сжиженный газ. В итоге за последние полтора года в Германии, согласно статистических данных, прекратили свою деятельность около 140 тысяч предприятий, причем многие из них выехали в США. В этом смысле США, Британия и Ватикан — это настоящее инфернальное зло, приобретшее политическое и имперское государственное лицо на Земле. Друзья, настоящим правителем, властителем своей земли может быть лишь тот, у кого есть стратегическое видение на многие десятилетия и гораздо более наперед, тот, кто знает, куда и как двигаться, имеет четкий и понятный позитивный образ будущего для своей земли и живущих на ней семьи народов. И таким правом может обладать лишь тот, кто имеет на это сакральное право по крови, по роду. В настоящем, искусственно созданном над государственными структурами конфликте не может быть ни победителя, ни проигравшего. Война — это, образно говоря, повивальная бабка истории. Для территории Большой Руси это конфликт, своеобразное очищение и движение к чудесному преображению, к лидерству на пути воссоединения Большой Евразии, большой семьи народов. Как писал еще в начале прошлого века генерал-лейтенант барон Унгрен, только Русь способна вернуть влияние в Европе, которая не так давно еще была славянской землей, возглавив поход Востока против загнивающего и разлагающегося Запада. Удел Руси — всемирность, а всемирность подразумевает масштаб вечности во времени. Друзья, пришло время проявляться и действовать. Все предпосылки, в том числе и сакральные, без которых невозможное движение в позитивное будущее вперед, для этого есть. До новых встреч, друзья!